Дорогие, я думаю, что вы помните такой псалом, псалом Давида, по-моему, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на бороду, бороду Аронову и на края одежды его. Друзья, а что мешает нам жить братьям, как братьям вместе? Как правило, ответь на этот вопрос себе прежде всего, да? Что мешает? Мешает, я думаю, что о том, что мы почитаем другого недостойными такой высокой части. Правда? Ну, конечно, мы себе не так говорим. Он не совсем верующий, правильный такой, каким бы надо было его видеть. И поэтому я как бы ему руку не подам, дабы не участвовать в чужих грехах. Вот сегодня я хотел об этом чуть-чуть поговорить. Я понимаю, что времени немного, но о достоинстве, о достоинстве. И я прочитаю откровение из пятой главы, много прочитаю, тринадцать стихов. Я лучше меньше буду говорить, но больше Слово Божие читать. Откровение, пятая глава, тринадцать стихов. И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть ее книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Никто. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу. И даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять всем печатей ее. И я взгляну, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь отчей, которые суть семь духов Божьих. Посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песень, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. И садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле, и ангцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили Аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Дорогие, я не буду говорить, что это за книга, но в любом случае, да, откровение, то, что будет, то, что было, в любом случае, это намного меньшее, чем то, что нам, тебе и мне дал Господь. Понимаете? Это только откровение, и никто не был достоин. Ни под землей, ни на земле, ни в небе, ни в небесах. Никто, ни ты, ни он, ни она, ни я. Понимаете? Но он, Иисус, кто он? Кто он? Он не только то, что совершил, да? Не то, что он искупил, не то, что он отдал себя, не то, что он смирился почти всякого человека, и таким образом, да, дал эту благодать, о которой мы сегодня поем, об этом покрове, который мы сегодня имеем, ты и я. Может быть, ты думаешь, я там лучше другого, да? Не достоин. А достоинство какое? О каком достоинстве мы говорим? Быть невестой Христа. Разделить с ним вечность. Разделить с ним наследие. Это так велико, так высоко. Поэтому, конечно же, христиане говорят, что неправедностью какой-то своей. Но по милости Бога, по милости Ангса, ты сегодня и я, мы имеем это право не только называться, но и быть детьми Божьими. Но он, он на самом деле достоин. Он достоин, потому что, во-первых, да, он исполнил волю Отца. Был послушен до смерти и смерти крестной. И потому, написано, Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Так что под именем, пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Кто-то до сих пор спорит о том, кто такой Иисус. Нет, он не Бог там, он еще что-то. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И чтобы это не было как-то истолковано духовно, духовно. Вы знаете, Иоанну показано было этот агнец, перед которым все небожители упали и поклонились. Потому что он придет и он будет судить вселенную праведно и народы верно. Верно. Псалом 97, 9. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Почему он? Почему никто другой? Во-первых, потому что он имеет власть, полученную от Бога Отца. Филиппийцам, 2 глава, 6 по 12 стих, я буду читать в современном переводе. Хотя он был Богом по природе своей, он не держался за это, свое равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись по виду человека. Он смирил себя до такой степени, что принял смерть и смерть на кресте. А посему Бог вознес его до высочайшего положения и дал ему имя выше всякого другого имени, чтобы все преклонились пред именем Иисуса, все, кто на земле, на небе, на земле и под землею, и чтобы все уста признали, что Он, Иисус Христос, Господь во славу Бога Отца. И так Он имеет власть судить живых и мертвых. Однажды это совершится. А во-вторых, только Он способен, да, праведно и верно судить. Только Он. Самая большая беда у христиан – это осуждение. Более всего. Но только Он будет судить праведно и верно. Почему? Есть такая восточная мудрость, да? Никто не может по-настоящему познать другого, если не пройдет в Его сапогах долгий путь. Понимаете? Пока не пройдешь, не поймешь. Но люди берутся судить. И чаще всего этот суд неправитый. Вы знаете, вот эти события, о которых мы сегодня вспоминаем, подтверждают настолько сильно эту мысль, что просто я думаю, что невозможно противоречить. Смотрите. Христа, который был явлен народу, какому народу? Народу Божьему. И мы с вами, думаю, не ошибемся, если скажем, что это было лучшее на тот момент из всех людей живущих. Да? Вот что могло быть. Это был народ Божий. Их и отцы, и пророки их, и обетования все их. Они ожидали. Они имели слово от Бога. Они имели закон. Они имели право рассуждать, судить и толковать. И вот Иисус Христос, да, поставлен перед советом первосвященников и фарисеев. Иоанда, 11 глава, 47-48 стих. Тогда первосвященники и фарисеи собрали советы и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Принято, как бы, всегда осуждать. Вот они там, вот Христа. Посмотрите, но с другой стороны, я еще раз говорю, это были лучшие из народа Божьего элита, священники. Вот они собрались, что нам делать с Иисусом? И у них мысли такие. Ведь с самого начала, когда Христос вышел на служение, о чем он сам проповедовал и ученикам говорил, идите, проповедуйте, приблизилось к вам Царство Божье. И он говорил о Царстве Небесном и позиционировал себя тоже как Царя. И поэтому, когда пришли эти священники к Пилату, и они говорили, что вот он там делает себя Царем, и потому тебе нужно его остановить. Почему? Ну, потому что, понятно, смена власти, как правило, не проходила спокойно. Чтобы все было тихо и спокойно, да, нужно остановить его. За ним уже многие, много людей идут. И вот, если здесь случится какой-то бунт, то придут опять римляны и все, займут это нам. Мы спасать народ должны. Всегда можно оправдать все, что хотите. Оправдать мы можем их. Да, конечно, они переживали за народ. И тут же мы говорим о первосвященнике Каиафе. Иоанн, 11 глава, 49-52. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Смотрите, обращаю внимание, на 51 стих. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год, первосвященникам предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Каиафа говорил это по вдохновению, может, и сам не понимая, что он говорит, но речь шла о том, что Иисуса надо устранить, чтобы все было спокойно. Он был первосвященник, достоин был приносить грехи пред Богом ежегодно. Он молился, он совершал жертвы, он лучше других, наверное, понимал Писание, Закон, но говорит, как это можно? Сына Божьего, да? И вдруг, ну, пророческое слово, да? Он говорит, вы ничего не понимаете, и сам уже тоже не понимает, лучше одному человеку умереть, чем всем. Мы бы осудили, наверное, вот. Но это было от Бога. Это было от Бога. Синедрион, Марк, 14 глава, 61-65 стих. Опять первый священник спросил его, сказал, ты ли, Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал, я, и вы, узрите Сына Человеческого, сидящего в одесную силу, и грядущего на блоках небесных. Тогда первый священник разодрал одежды свои и сказал, на что еще нам, свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали даже, ну, это уже они перебор, конечно, плевать на него и закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его полониты. Если бы Христос был самозванец, это как-то можно было бы оправдать. Но, представляете, явился там, называет себя Богом, и уже столько людей идут за ним, ведь погибнут же. но Христос был тем, кем он был, кем он себя представлял. И поэтому это ничем не оправдано. Это преступление вселенского масштаба. Мы можем говорить о Пилате, который призван был правильно всех судить, но когда ему сказали, если ты его отпустишь, ты не друг кесарю, и тут его как бы справедливость дала течь этому кораблю, да, и все. Ну, умыл руки, поступайте, как вы хотите. Мы можем говорить о воинах, им-то все равно, кого было распинать, в который раз уже праведник он, или там, есть приказ, есть приказ повесить, повесим на древе, есть приказ стрелять, будем стрелять. Ученики Христа, а где они? Где они? И в четверг в брат, как раз Павел вспоминал, за ним шла большая толпа, множество людей, за ним шли, но шли не с плакатами, не с криками, руки прочь от нашего Господа, да, он меня там исцелил от проказа, он меня там исцелил от того, что я вообще был слепой с рождения, он мне сделал то, он мертвого воскресил, он то, то, то. Нет, все шли, чтобы посмотреть на зрелище. Знаете, я же все это говорю не для того, чтобы унизить их. Вот вопрос тебе, а где бы ты был в тот момент случись оказаться именно на том месте? и поднял ли руку в защиту Господа? Это большой, большой вопрос. Один, один исповедал, и тут был разбойник рядом повешенный, помяни меня, Господи, когда приезжаешь в царствие. Друзья, легко, да, легко осуждать, намного труднее исполнить. И поэтому Слово Божие не оставляет шанса ни для кого. Шанса сказать, а вот я не сделал греха и потому достоин. Нет. Нет достойного ни одного. И когда люди обвиняют друг друга, кто больше, кто меньше, они этим грешат, потому что право такого им не дано от Бога. И вот, знаете, Иисус Христос за таких людей тоже умирал. И мы знаем, когда Он умирал там на кресте, Он молился этой молитвы к Отцу Небесному Отче. Прости им, ибо они знают, что худо делают. То же самое Петр сказал, помните, когда воскресил там, воскресил вот этого расслабленного, который сидел у красных ворот. И там начался такой вопрос, какой силой, какой властью? Он говорит, вы распяли Иисуса праведника. Впрочем, впрочем, ни вы, ни начальники ваши не сделали это просто по какой-то злобе, они сделали это по неведению. Он оправдывает по неведению, по неверию. Ведь на самом деле там тоже суд этот совершался, потому что не верили. они не верили в Иисуса, они не верили, что Он есть Сын Божий, хотя по нашему представлению сейчас у них не было на это никаких оснований. Христос говорил, что Я не сделал такого, да, чтобы вам поверить. Горе тебе, горе тебе там Вевсаи, горе тебе Капернаум, горе тебе другие города. Если бы в Тире и Седоне были явлены те силы, которые в вас, они бы в пепле и прахе покаялись. Но и Тиру и Седону в день суда будет легче, лучше, чем вам, которые видели и не поверили. Все было дано Богом для веры. И все-таки, знаете, я хочу сказать, что вот это, вот эти твердыни, твердыни, которые насажены врагом душ человеческих в голове, в сердце, вот так, никак иначе, вот это правильно, они не дали возможности иудеям, ожидающим прихода Мессию, увидеть и принять до сегодня. Удивительно, удивительно. И кажется, в своих глазах такие умные, такие вот это самое. А покрывало висит? Нет. Он не Бог, он вообще там никто. Друзья, поэтому смотрите, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Господь спас нас, Господь спас тебя, Господь спас меня. Благодать Его покрыла нас, Господь ходатайствует за наши грехи. Будем также дорожить друг другом и молиться друг за друга, познавать, что есть воля Божия и славить Его. Знаете, вот там, на небе, мы читали и видел, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы, тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец заклонный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и слава и благословение и всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землей и на море и все, что в них слышал, я говорил, о сидящем на престоле и ангцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Присоединимся мы к этой хвале и самое хорошее, что мы можем сделать, это воздать Ему славу. Воздать Ему славу. А еще, а еще молиться, Господь, укажи мне, что я должен делать не для любопытства, а для исполнения. Пусть Господь поможет быть на том месте, где Господь видит тебя. Слава Богу! Я благодарен Богу за сегодняшнее служение, за то, что вот наши прославители вот могли вместе с нами воздать такую хвалу. Как было бы здорово, если бы каждое воскресенье звучали такая или еще даже лучше. Понимаете? И все это возможно. Тогда возможно, когда мы принимаем друг друга, как Христос принял нас. Принимаем друг друга, как Христос принял нас. Давайте встанем, помолимся. Спасибо.